Конный двор князей Голицыных расположен именно в том месте, где в 16 веке находился большой терем Бориса Годунова. Фрагмент деревянного пола того самого строения хранится в музее, посвященном периоду царствования Великого Князя. Здесь фрагменты свирели, кресты инколпионы и деньги, так называемые чешуйки, каждый весом не более грамма. Веземам очень повезло, потому что здесь сохранилось очень много исторических памятников. Прежде всего, это церковь, построенная Борисом Годуновым, Звонница. На реке Веземки, которая притекает за усадьбой, сохранилась плотина, также построенная Борисом Годуновым. Годуновский зал – лишь малая часть Большевиземского музея-заповедника, который был создан 30 лет назад на территории и в зданиях паркового ансамбля 16-19 веков усадеб Веземы и Захарова. Музей стал пушкинским. В Захарова великий поэт гостил у своей бабушки, а в Веземы Пушкины приезжали на литургию в Преображенский храм. Его настоятель ныне протеерей Павел Карташов, прямой потомок друга Пушкина, поэта и командира партизанского движения Дениса Давыдова. Наша дружба, больше чем сотрудничество, оно есть шанс, одна из возможностей сделать так, чтобы современник почувствовал, приобщился тому органическому единству, веры, быта, взглядов, занятий, служения Отечеству. Тут же все генералы, тут же все герои, чтобы погрузился в эту атмосферу единой органической жизни. Поздравить с юбилеем заповедник Александра Пушкина спешит и его первый директор Александр Доминяк. Он вспоминает, что большую роль в становлении музея сыграл академик Дмитрий Лихачев и первая леди государства Раиса Горбачева. Тогда, 30 лет назад, вместе с первым, а теперь уже главным хранителем музея, Александром Рязановым, они начали по крупицам собирать музейный фонд. Ныне в нем свыше 18 тысяч экспонатов. У нас была первая попытка комплектования, мы так ограничивались, примерно от 16 века до середины 19, не дальше. И поэтому мы комплектовались именно этими памятниками. В комиссионках в основном, комиссионные, в частной коллекции договаривались. Большевиземский музей-заповедник – культурная жемчужина не только Подмосковья, но и России. Во дворце Голицыных собраны уникальные образцы мебели 18-19 веков, картины, редчайший фарфор, а также книги из домашней библиотеки князей Голицыных, фотографии, личные вещи. В общем, все, что позволяет ощутить атмосферу того времени. Нам сейчас надо еще отреставрировать здание Риги, это здание 18 века, где мы планируем сделать эмалевую шкатулку. Это будет очень интересная экспозиция, типа янтарной комнаты или стеклярусного кабинета. Ну, правда, современная эмаль. И здание, бывшее здание столовой, Институт фитопатологии, это здание конца 60-х годов, это не памятник. Мы там хотим сделать нашу библиотеку. У нас огромная библиотека, которая насчитывает свыше 150 тысяч томов. Мы хотим сделать читальным залом, чтобы могли пользоваться этой библиотекой наши жители Одинцовского района. В свой день рождения музей принимает поздравления от Министерства культуры Московской области, администрации Одинцовского района и местных глав Захаровского и Большевиземского поселений, а также Голицына. В музее работает лекторий, проводится международные конференции, есть даже своя газета. Но главный коллектив единомышленников – хранители истории этих памятных мест, которые так близки сердцу русского человека. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.